Продолжение следует... ...на смертность больных от ракопредстательной железы. Это было популяционное, проспективное исследование. Почему интересно? Мы с вами помним эти исследования по профилактическому применению финостерида, дутастерида, которые позволили говорить о том, что эти препараты снижают риск развития ракопредстательной железы. Но потом был ряд работ, которые показали, что эти препараты могут ухудшать течение ракопредстательной железы и влиять на повышение смертности. Но вот это исследование включало почти 350 тысяч человек с большой медианой наблюдения, 7,5 лет. Медиана времени приема ингибиторов 5-альфа-редуктазы составила 4,5 года. И интересно то, что при долгосрочном приеме 6-8 лет смертность от рака ингибиторов 5-альфа-редуктазы она оказывалась ниже по сравнению с теми пациентами, которые их не принимали. Это в мультивариантном анализе было показано, что прием больше 6 лет ингибиторов 5-альфа-редуктазы снижает риск смерти от рака предстательной железы. Очень тоже много исследований, вы знаете, посвящено роли аспирина, потому что аспирин – это препарат, который принимает очень большое число мужчин, начиная с определенного возраста до профилактики кардиоваскулярных осложнений. И вот тоже было проведено мультицентровое исследование, которое показало, что, оказывается, у мужчин, которым была выполнена биопсия предстательной железы, оказалось, что у них уровень ПСА, ну, казалось бы, не намного меньше, в среднее 7, а у тех, кто не принимал 8, но статистически достоверно, тем не менее, меньше. И это надо, наверное, учитывать. И обратите внимание, что у них реже потом при исследовании биопсийного материала выявлялись явления воспаления, хронического простатита. Поэтому действительно прием аспирина ассоциирован с более низким уровнем ПСА, но он не является предиктором выявления рака предстательной железы. Два исследования, касающиеся новых маркеров. Вот небезынтересный сыворочный маркер пентроксин-3, это на самом деле молекула большого семейства пентроксинов, это молекула, участвующая во врожденном гуморальном иммунитете. И вот, как ни странно, оказалось, что прогностическая ценность, а именно сочетание чувствительности и специфичности, которая определяется плотностью под кривой, как вы видите, в отношении выявления рака предстательной железы и клинически значимого рака, вот этой молекулы, уровня пентроксина-3 в сыворотке крови, оказалась выше, чем у простатического специфического антигена. Ну, конечно, нужны последующие исследования, валидирующие этот новый маркер. И мочевой маркер, очень простой тест, его поэтому и назвали смарт-тест, это определение концентрации ПСА и цинка в моче. Помните, мы с вами определяли после массажа с подозрением на рецидив, после простатектомии, да, уровень ПСА в моче. А тут у первичных, вот вы видите, у мужчин с подозрением на рак предстательной железы выполняли массаж, собирали мочу, и оказалось, что вот этот тест очень простой, позволяет в сочетании, конечно, с мультипараметрической МРТ, ПСА и возрастом больного повысить, опять же, АУК, то есть сочетание чувствительной специфичности, почти до 90%. Интересно, но посмотрим, что будет дальше. Микро-РНК в последние годы очень активно изучаются. Мужчин в плане диагностики и в плане стадирования определения прогноза течения рака предстательной железы. И вот здесь как раз микро-РНК оказалось очень сильным и независимым фактором прогноза у больных клинически локализованного раком низкого риска, но у которых после операции оказывался или местно распространенный процесс, или, как вы видите, низкодифференцированный рак. Оказалось, что статистически значимую ассоциацию с повышением группы риска или патоморфологической стадии у этих больных, казалось бы, с низким риском изначально имеет именно вот эта микро-РНК-185. Две работы по биопсиям у больных с баллом 3 по шкале ПАИРАТС по данным мультипараметрической магниторезонансной томографии. Ведь это вот та группа больных, она очень многочисленная, но совершенно как раз непонятно, надо их бывает, надо их биопсировать, не надо их биопсировать, потому что у большинства больных рака-то мы не выявляем, но с другой стороны риск у них достаточно высокий. И вот одно из этих исследований продемонстрировало, что наиболее значимыми предикторами выявления клинически значимого рака предстательной железы, то есть с дифференцировкой более 6 баллов по глисону, ну, начиная со второй группы по АИСУП, являются плотность ПСА больше 15% и индекс здоровья предстательной железы больше 55%. И авторы делают вывод, что если вы выявляете ПАИРАТС-3 по МРТ, но индекс здоровья простаты меньше 36% и плотность ПСА меньше 0,15%, у этих мужчин можно отказаться от биопсии, потому что риск выявления у них клинически значимого рака очень небольшой. И второе исследование подтвердило эти данные, здесь 349 больных, из них у 20 был выявлен рак, в предыдущем исследовании у 40%, здесь у 20 клинически значимый рак предстательной железы. И наиболее достоверным предиктором, опять же, при наличии третьей категории ПАИРАТС при выполнении мультипрометрирующих МРТ являлась плотность ПСА. Вы видите, что у больных с наличием клинически значимого рака она была 0,11, извините, 0,16 в среднем, а у больных с отсутствием рака или с глиссоном 6 – 0,11. Таким образом, опять же, меньше 0,15% больным можно, наверное, не выполнять предстательную железу. Мы не рискуем пропустить клинически значимый рак. Много исследований сейчас идет по сравнению эффективности по попыткам применения ПЭД для первичной диагностики рака предстательной железы, не для стадирования даже, а для диагностики. Они разноречивые данные. Некоторые исследования как раз показали, что мультипрометрическое МРТ лучше выявляет. Но здесь, посмотрите, 43 больных, у которых по биофии выявили клинически значимый рак. И вот МРТ из этих 43 выявило у 36, то есть это баллы 4-5 по шкале ПАИРАЦ. А у 7 больных не выявило. А вот ПЭД выявил у 39. То есть вы видите, что несколько лучше выявляет ПЭД по СМА, очаги предстательной железе, опять же, при первичной диагностике. В прошлом году я вам говорил, достаточно большое количество исследований было посвящено применению так называемого микро-ультразвука. Ультразвуковой аппарат с датчиком 21-мегагерцовым датчиком. И урологи возлагали надежду на этот метод. Сейчас, похоже, он повторяет судьбу гистосканирования. Потому что очевидно становится, что все-таки этот метод уступает по эффективности в плане выявления клинически значимого, опять же, рака предстательной железы, МРТ. Вот в этом исследовании на 9% меньше этот микро-ультразвук выявлял клинически значимый рак, чем МРТ. С другой стороны, чаще на 6% выявлял клинически незначимый рак, который нам выявлять не нужно. Ну и опять огромное количество исследований посвящено, конечно, таргетным биопсиям и сочетаниям таргетной и систематической биопсии. Одно из этих исследований показывает, что все-таки сочетание таргетной биопсии и систематической биопсии, как вы видите, повышает частоту выявления рака. И вы видите на почти 8% частоту выявления клинически значимого рака. Авторы не рекомендуют пока отказываться от вот этой комбинации таргетной и систематической биопсии. С другой стороны, вот очень интересное исследование. Тоже больным выполняли таргетную биопсию в сочетании с стандартной и систематической биопсией. И оказалось, что если очаги при МРТ были выявлены не в периферической зоне, в транзиторной или в центральной, то таргетная биопсия не пропустила ни одного случая клинически значимого рака. Систематическая биопсия дополнительно позволяла выявить клинически значимый рак только при локализации очагов в периферической зоне. Поэтому авторы делают вывод, что у пациентов с ПАРАТС-5 небольшим объемом предстоятельной железы локализации в транзиторной зоне, ну или даже в центральной, можно не выполнять систематическую биопсию, только можно ограничиться непосредственно таргетной биопсией. Ну и вы знаете, что сегодня промежностная биопсия рекомендуется в большем предпочтении, чем транстрактальный доступ. И поэтому, конечно, активно обсуждается вопрос антибиотикопрофилактики. И вот исследование, где вы видите, 1258 биопсий было проведено, 1238 больных, 54% из них получали антибиотики промежностных, 46% не получали. Вы видите, какие осложнения. В основном это задержка мочеиспускания, которая коррелировала с объемом предстоятельной железы. Воспалительное осложнение всего, вы видите, 5 случаев, 2-орхид, 3-простатит. И не было выявлено никакой корреляции между частотой побочных явлений, нежелательных явлений и применением антибиотиков. Поэтому делается вывод, что при выполнении промежностной биопсии можно избежать назначения антибактериальных препаратов для профилактики развития антибиотикорезистентности у этих мужчин. Роль ПЭТ для первичного стадирования выявления метастазов в региональных лимфатических узлах. Естественно, золотым стандартом является расширенная тазовая лимфоденектомия. Было проведено исследование. Этим больным, включенным 99 пациентам промежуточного высокого риска, выполняли 18 ТОР по СМА ПЭТ-КТ. Посмотрите, какая чувствительность в отношении выявления лимфогенных метастазов. И по отношению к числу больных всего 53%, а если говорить по отношению к числу выявленных метастазов всего 13%. Поэтому, конечно, на сегодняшний день, к сожалению, ПЭТ-КТ не может заменить расширенную тазовую лимфоденектомию. Здесь привлекательным способом для того, чтобы не выполнять выявление метастазов в лимфоузлах, чтобы не выполнять расширенную лимфодисекцию, вы знаете, может являться применение технеция по СМА для интероперационной диагностики. Но тоже большие вопросы к этому методу. Это, правда, уже спасительная лимфодисекция у больных с биохимическим прогрессированием после простатоктомии или лучевой терапии. Если ПЭТ выявляла не больше двух пораженных лимфоузлов, проводилась интероперационная навигация по СМА технециям, но вы видите, чувствительность все равно только 86% у некоторых пациентов. Да, и посмотрите результаты. Снижение уровня ПСА после этой направленной метастазы к томии составило больше, чем на 50% было у 67%, а до 0% только у 22%, что, конечно, тоже говорит о недостаточности, наверное, такого подхода. Мы с вами знаем методику определения сторожевого лимфатического узла при выполнении простатоктомии. Вот очень интересное исследование, при котором сторожевой узел определяли при планировании дистанционной лучевой терапии и, соответственно, при выявлении метастаза облучали эти зоны регионального метастазирования, при отсутствии не облучали. Обратите внимание, насколько лучше были результаты вот такого дифференцированного подхода, верхние кривые по безрецидивной выживаемости биохимической и радиологической у больных, в которых проводилось определение сторожевого лимфоузла перед дистанционной лучевой терапией. Несколько работ, посвященных фокальной терапии. Ну вот исследования по фокальной криоаблации транспирениальным доступом под местной анестезией. Вы видите 537 больных под контролем МРТ или ТРУЗИ была выполнена транспирениальная криоаблация, и через год наблюдения, вы видите, 102 больных имели стабильный уровень ПСА, у них отсутствовали очаги при магнитно-резонансной томографии, а у 31% пациента был выявлен рак предстоятельной железы по данным биопсии. Но авторы делают вывод, что вот такая одномоментная биопсия криоаблация позволяет безопасно и точно воздействовать на очаги. И у больных, у кого может быть высокий риск какого-то местного радикального лечения, такая методика может быть осуществлена. Интересная мне показалась работа о том, как развиваются подходы к фокальной терапии в Германии. Здесь проанализировали, вы видите, 23 677 случаев использования фокальной терапии в различных клиниках с 2006 по 2019 год. И посмотрите, синяя кривая, верхняя – это хайфу. И вы видите, снижается в последние годы использования хайфу, так же, как и криоаблация – это серая кривая. А увеличивается применение сосудисто-таргетной терапии, фактически это фотодинамическая терапия с тукадом и ультразвуковой аблацией под контролем МРТ. Еще одно интересное исследование по фокальной терапии, проанализировало, где мы получаем рецидивы после этого метода лечения. Все-таки в зоне воздействия аблативного или это рецидив из другой точки роста, из другой области предстоятельности железы. Оказалось, что все-таки большей частью мы получаем в зоне выполненной аблации. И вот на этом графике вы видите, чем дальше расстояние от той зоны, где была проведена фокальная терапия, тем меньше вероятность развития рецидива. Но и радикальная простатоктомия спасительная после фокальной аблации. Мне это исследование, оно совпадает с моими ощущениями, мне приходилось нередко оперировать этих больных. И посмотрите, здесь роботоассистированная простатоктомия после фокальной терапии, фокальной аблации, у больных, у которых рецидивы после этой фокальной терапии развивались, сравнивалась с роботоассистированной простатоктомией И вот вы видите, и частота позитивного края выше после фокальной терапии, и частота выявления лимфоузов, и самое главное, частота осложнений. Авторы делают вывод, что действительно, даже после фокальной аблации, выполнение радикальной простатектомии сопряжено с худшими онкологическими и функциональными результатами. Но много лет мы говорим о влиянии объема лимфодисекции на выживаемость наших больных, и вот здесь очень интересное исследование. 103 250 больных были проанализированы, прооперированных. Их разделили на три группы. Посмотрите, первая, это у которых было уделено до 9 лимфатических узлов, вторая от 10 до 19, и третья группа, у которых 20 и больше лимфатических узлов были удалены. Конечно, это была группа минимально, меньше всего таких было больных. Но тем не менее, интересные результаты. У больных высокого риска, вот это, видите, с правой график, верхняя кривая, оказалось, что достоверно выигрывают те больные по выживаемости. Смертность достоверно уменьшается у больных, у которых было удалено более 20 лимфоузлов. А вот в группе промежуточного риска оказалось, что те больные, даже у которых от 10 до 19, тоже выигрывают выживаемости больных. И сравнение результатов простатоктомии и лучевой терапии у больных с лимфогенными метастазами. Интересное исследование, которое, как вы видите, показало вверху выживаемость, внизу смертность, что простатоктомия ведет к лучшим результатам у больных с метастазами в лимфатических узлах по общей выживаемости. Чем лучевая терапия? Еще одна интересная работа, которая показала, что адъювантная лучевая терапия и спасительная после радикальной простатоктомии, оказывается, может быть ассоциирована с большей смертностью, но не от рака предстательной железы, а с общей смертностью, причем во всех группах риска. Как это объяснить, не очень понимаю, но вот есть такое исследование. Несколько работ я хотел бы представить по биохимическому прогрессированию после радикальной простатоктомии, биохимическому рецидиву, о том, как складывается судьба этих пациентов. Вы видите почти 5 тысяч больных с биохимическим рецидивом, медиана наблюдения 120 месяцев, в среднем медиана развития 33 месяца после простатоктомии. Обратите внимание, очень неплохие показатели общей выживаемости и особенно опухолеспецифической выживаемости. Интересно, что наилучше, если у больных проводилась сальважная лучевая терапия, результаты десятилетней выживаемости были общей, в данном случае, были лучше, чем у больных, у которых проводилась андроген-депривационная терапия по поводу биохимического рецидива. Ну и можно ли этих больных вообще не лечить? Некоторых больных можно. Вот одно крупное исследование, вы видите, 1864 больных, из них у 22% развился биохимический рецидив, и оказалось, что у больных с большим периодом удвоения ПСА, это так называемый еще, если знаете термин, доброкачественный биохимический рецидив, в виде отсутствия адюантной лучевой и гормональной терапии ни один больной не умер от рака предстоятельной железы при медиане наблюдения 7,3 месяца. Да, действительно, ряд таких пациентов можно наблюдать. А если мы проводим у больных с биохимическим прогрессированием все-таки лучевую терапию на область ложа предстоятельной железы после простатоктомии, то, вы видите, эта работа показала, что лучше ее проводить в комбинации с андроген-депривационной терапией, потому что биохимическая безрецидивная выживаемость улучшается. Несколько таких работ тоже, на мой взгляд, небезынтересных. Например, влияние метформина. Вы знаете, этот препарат сейчас очень много принимает больных не только с сахарным диабетом, но и больных, например, с неалкогольным жировым гипотозом. И вот оказалось, что у больных с биохимическим прогрессированием после простатоктомии или лучевой терапии прием метформина в многофакторном анализе ассоциирован со снижением риска биохимического рецидива. То есть те больные, которые принимают этот препарат, у них рецидив развивается меньше. Что касается спасительных лимфодисекций, очень популярная тема. Действительно, мы сейчас все больше и больше выполняем лимфоденектомии у больных, у которых метастазы развиваются после проведенной ранее простатоктомии или лучевой терапии, брахитерапии. И вот группа итальянских онкоурологов, которые активно этой проблемой занимаются, разработали такую модель. Они выполнили 757 пациентам спасительные лимфодисекции. Вы видите, у 56 из них потом развился клинический рецидив. КР – это клинический рецидив. Ну и вот оказалось, что наибольшая вероятность развития клинической рецидива была у больных, у кого были метастазы в забрешенных узлах, особенно числом 3 и более, видите, в 57%. А наименьшая частота развития клинической рецидива у больных, у кого были только тазовые метастазы, и которым не проводилась до спасительной лимфодисекции гормональная терапия. Всего 35%. Таким образом, вот такой алгоритм можно использовать для отбора больных. Но вот здесь показаны, уже переходим к метастатическому раку, первичному метастатическому раку, тренды выживаемости больных. То есть насколько вот эти новые препараты, о которых мы говорим, их применение действительно улучшает выживаемость. Это рутинная клиническая практика, и оказывается, действительно выживаемость улучшается. Здесь три периода с 2004 по 2008 год, с 2009 по 2012, с 2013 по 2016. И оказалось, что у больных, которые выявляли первичный метастатический рак с 2013 по 2016 год, когда уже был доступ к новым препаратам, вы видите, на 15% была лучше их общая выживаемость. Появляются новые препараты для андрогенной депривации, медикаментозной кастрации. В частности, вот очень интересный препарат, релуголикс, это пероральный антагонист ЛГРГ. И вот сравнивали его с липролидом, ну липролилин, мы его чаще называем. И обратите внимание, насколько быстрее снижается концентрация, но это и понятно по механизму действия. На 15-й день почти у 80% уже тестостерон падает до уровня меньше 20 нанограмм на децилитр, и только у 1% так падал тестостерон в группе липролилина. И на 48-ю неделю тоже, вы видите, на 15% больше больных было с глубоким снижением уровня тестостерона при применении этого перорального антагониста. Еще интересное наблюдение, тоже такое эпидемиологическое, что оказывается, больные с сахарным диабетом имеют меньший риск метастазирования и смертности от рака предстоятельной железы. Вот как это объяснить, не знаю, но есть такие наблюдения. Позвольте, за неимением времени немножко я попущу один слайд. И, наконец, буквально несколько слов о тех рандомизированных исследованиях, результаты которых в ближайшее время изменят нашу клиническую практику. К нам придут новые подходы к лечению метастатического и кастрационно-резистентного метастатического рака предстоятельной железы. Это исследование АРАСЕНС, и я буду о нем более подробно говорить завтра. Вы знаете, это тройная комбинация АДТ, доцитоксел и даролутамид, которая продемонстрировала достоверное увеличение общей выживаемости по сравнению с комбинацией андрогенной депривации только с доцитокселом. Снижение риска смерти составило 32%. И исследование ПРОПЕЛЬ, тоже завтра более подробно будем о нем говорить. Это комбинация уже у больных с метастатическим кастрационно-резистентным раком, комбинация абератерона с аллопорибом. В сравнении с монотерапией абератероном, оказалось, что вот эта комбинация приводит к увеличению выживаемости без прогрессирования на 8 месяцев. И вдумайтесь, медиана без прогрессивной выживаемости при комбинации абератерона с аллопорибом составила больше двух лет, причем вне зависимости от того, были у этих больных мутации генов гомологичной рекомбинации или не было. Другое исследование, не совсем таким дизайном, но похожая комбинация, это уже другой парпоингибитор ниропориб, тоже с абератероном, но там сначала у больных тестировали мутации, а потом уже их включали в исследование. Оказалось, что у больных без мутации, казалось бы, те же препараты, но не те же, здесь не аллопориб, а ниропориб, но результатов не было, различий не было. А вот у больных с наличием мутации, особенно с мутацией гена Берсей, вы видите, комбинация тоже давала статистически достоверное преимущество. Ну и в заключении исследования, которое, это был апдейт результатов, сравнивало применение лютеция по СМА и кабазиотоксела после доцитоксела, но, как правило, это и после новых андрогенных препаратов. Оно продемонстрировало, что лютеция выигрывает по выживаемости без прогрессирования, но не по общей выживаемости у кабазиотоксела. Но самое интересное, на мой взгляд, в этом исследовании оказалось вот что. Оказывается, накопление при ПЭД по СМА очагами радионуклида ведет, это фактор прогноза лучшей выживаемости. Вот красная кривая, это те больные, у которых не было высокого накопления на ПЭД КТ по СМА, и они жили хуже всех, вне зависимости от того, какое лечение получали. То есть это маркер накопления по СМА при ПЭД лучшей выживаемости. Спасибо. Спасибо.